Африканский рай лесных свиней Это земля великанов Среди диких свиней есть исполины И эта маленькая свинья по имени Людвиг – одна из них Людвиг – большая лесная свинья Он единственный поросенок в семье Саундер В этом таинственном мире, знаменитом своим биологическим разнообразием Большие лесные свиньи проводят время охотясь за едой И в поисках подходящего для валяния в грязи местечка Борьба за грязевое место интенсивная Незваные гости – бородавочники Поскольку у свиней мало потовых желез Им необходимо валяться в грязи, чтобы немного охладиться Буйволы – намного больше свиней Но и они здесь не самые большие животные В этом месте когда-то водились настоящие африканские великаны Но численность угандийских слонов сильно уменьшилась в последние несколько декад Из-за проникновения людей в буш и браконьерство В юго-западной части Уганды, на экваторе, находится национальный парк королевы Елизаветы В этом знаменитом заповеднике водный канал Казинга протяженностью 40 километров Соединяет два озера в рифовой долине – Эдвард и Джордж Буш к северу от Казинги, где живет Людвиг – прекрасное место для больших лесных свиней За этим пейзажем скрывается страшное прошлое Десять тысяч лет назад в результате завержения вулканов на земле появились кратеры Стоящие в отдалении на границе с Конго горы Рувензоре или Лунные горы Являются свидетельством ледникового периода Они, плодородные равнины внизу, когда-то были покрыты ледниками И теперь образуют западную часть африканского разлома Луга на севере привлекают львов Не только из-за возможности спрятаться в высокой траве Но и возможности поймать редкую добычу Эти антилопы, известные под названием угандийские болотные козлы В сезон дождей собираются здесь для проведения старинного ритуала Защищенные от вторжения человека львы и болотные козлы чувствуют себя здесь прекрасно К югу от канала Козинга семья больших лесных свиней готовится принять грязевую ванну Людвиг наблюдает за отцом Пузырьки выглядят интригующе Но зачем взрослые делают это? Похоже, его отец слишком занят, чтобы объяснить это Может, это отгоняет насекомых от носа? А может, просто освежает? А может, это просто веселье ради С мордой почти 17 сантиметров в ширину Он легко может все хорошенько взболтать И Людвиг со временем научится надувать пузыри вместе со своей семьей С впечатляющим клыком и весом примерно около 180 килограммов Отец Людвига главный самец среди этих лесных свиней Он охраняет свою семью, что совсем нетипично для бородавочников и других диких свиней, чьи самцы не принимают участие в воспитании своих детенышей В дополнение к материнской заботе, Людвига защищают несколько родственников самцов из семьи в 11 голов К несчастью для Людвига, он единственный поросенок и никто не хочет с ним играть Даже его сестра, которая ненамного старше его А его отец очень серьезный После валяния в грязи лесные свиньи предпочитают вздремнуть или привести себя в порядок Но никто не хочет играть Бородавочникам тоже нравятся грязевые ванны Но что касается других свиней Лесные свиньи любят валяться только в присутствии членов своей семьи Но бородавочников не так-то и легко отпугнуть Они тоже хотят освежиться в жаркий день Лесные свиньи редко выражают свои чувства Но если речь идет о грязевой ванне Они пользуются своими пугающими размерами и демонстрируют угрозу Похоже, бородавочники все поняли Даже маленький Людвиг проявляет твердость Бородавочники спасаются бегством в поисках другого места для купания С удовольствием вывалившись в грязи, семья выстраивается в ряд и готовится к уходу до надвигающейся бури Гигантские лесные свиньи активны в основном утром И во второй половине дня Около полудня они возвращаются в лес, чтобы вздремнуть Дождевые облака нависают над каналом Газинга Лесные свиньи, может быть, и хотели защитить удобное местечко Но буря вынуждает их укрыться в кустах Дожди достигли уже лугов на севере В поле боя угандийских болотных козлов Проявляя твердость перед бурей, болотный козел-самет защищает свою территорию от других самцов КОНЕЦ КОНЕЦ Деликатесная добыча резвится прямо перед львами Как и Людвиг, львята хотят побольше узнать о мире взрослых Но в отличие от Людвига, у них есть соратники Людвиг со своей семьей пользуется преимуществом молодой поросли Но как только они начинают пастись, кто-то нарушает их покой У лесных варанов строгая политика в отношении нарушителей Они будут сражаться насмерть за свою территорию Вараны могут вырастать до полутора метров в длину И могут заглатывать свою жертву подобно змеям Эти два гладиатора используют свои длинные изогнутые когти и мускулистые хвосты в качестве оружия Победа неизбежна Игра окончена Большие лесные свиньи проходят до 12 километров в день, чтобы найти траву, листья и растения Бородавочники добавляют в свое меню еще корни и клубни В отличие от лесных свиней, бородавочники во время еды становятся на колени А бородавочники-самки принимают участие в скармливании и защите детенышей в семьях по 18 голов И покидают группу только в случае беременности У детенышей бородавочников нет папы, оберегающего их Вклад самца ограничивается только спариванием Взрослые бородавочники-самцы могут быть очень замкнутыми Как правило, остальная часть семейства пытается не расстраивать их Но малыши-бородавочники иногда осмеливаются нарушать правила Здешние густые заросли могут служить укрытием Но в них может укрываться и убийца Леопард может схватить малыша Он крадется, как будто детеныши-бородавочника Это последнее, что его беспокоит Гигантские лесные свиньи сразу же окружают своих детенышей В случае, если неподалеку леопард или гиена Поросята знают, что при хрюканье, обозначающем сигнал тревоги Надо лично земли и не двигаться Гигантские лесные свиньи могут быть достаточно большими для львиного обеда Но львы здесь не главные хищники К счастью для свиней, большинство львов предпочитают северные луга Сейчас пик сезона дождей Места брачного спаривания болотных козлов – идеальное место для львов Пастбище – на самом деле смертельно опасное поле боя Места брачных игр, где болотные козлы-самцы сражаются за территорию и право на спаривание Их тела полны тестостерона Каждый самец тренируется перед каждым спариванием Происходят частые столкновения, поскольку доминирующие самцы защищают свою территорию от незваных гостей Слабые болотные козлы сбегают схваток Те, кто переоценивает свои силы, могут умереть от смертельных ран Для болотного козла-самца в воздухе витает опасность Проблема в том, когда же произойдет взрыв Те, кто переоценивает свои силы, могут умереть от смертельных ран Те, кто переоценивает свои силы, могут умереть от смертельных ран Те, кто переоценивает свои силы, могут умереть от смертельных ран ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В жаркий полдень семья Людвига укрывается в кустах. Другие направляются к каналу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сегодняшний пейзаж у Казинги выглядит мирным, но под ним скрываются следы жестокого прошлого. В войне конца 70-х из-за мяса и слоновьей кости были убиты тысячи слонов. Из-за огромных бивней были жестоко убиты многие самки главы родов. Их и сейчас можно редко увидеть в сегодняшних стадах, где доминируют молодые матери со своим потомством. Уганда часто ассоциируется с войной и насилием. Но сохранение дикой природы – одна из основных целей организации по защите дикой природы Уганды. Опустошенные слоновьи стада начинают восстанавливаться. Большая часть африканских слонов заключена в пределах заповедников, но только 20% от их общего числа попадают под защиту. Усилия, направленные на защиту их естественной среды обитания, включают в себя исследования, наблюдения и местное управление. С их помощью удалось снизить количество конфликтов между слонами и людьми и усилить борьбу с нелегальной продажей слоновой кости. На сегодняшний день в Африке примерно 500 тысяч слонов. Пока гигантские лесные свиньи спокойно пасутся у канала Козинга, легко представить себе, что это древний рай, заключенный во времени. Вокруг канала Козинга расположены саванна и тропические леса, дремучие болота и большие кратерные озера. Здесь живут около 100 видов млекопитающих и более 600 видов птиц. Заказник Козинга характеризуется самым большим биологическим разнообразием среди всех заказников мира. Каждое животное является важной составляющей частью, и каждое поколение вносит изменения в это хрупкое равновесие. Некоторые животные внутри этой динамической экосистемы имеют большее влияние, чем другие. Когда слоны вытаптывают кустарники, они оставляют за собой следы разрушения, но на этих вытоптанных тропинках лучше растут новые растения, что важно для пасущихся животных. Слоны используют хобот, чтобы срывать ветки с деревьев, а свои бивни, чтобы вскрывать болтающуюся кору и рыть ямки для получения соли и минералов из земли. Некоторые самцы специализируются на опрокидывании больших деревьев. Считается, что многие шоссе в Африке были спроектированы слонами во время их хождения крест-накрест по континенту. Слоны играют важную роль в Козинге. Без них чаще заросли бы, и бегемотам, буйволам и лесным свиньям было бы негде пастись. От слоновьих разрушений польза не только великанам. Это помогает также и меньшим существам. Слоны перерабатывают зелень в органическое удобрение. Это деликатес с высоким содержанием клетчатки для бабочек. Бабочки получают выгоду от присутствия слонов, имея свою долю важных питательных веществ. Многие виды растений зависят от пищеварительного тракта слонов. Слоны – основа этого таинственного мира. Все от буйволов до бабочек зависят от их способности поддерживать жизнь и деятельность этой пищевой цепи. Не лес и не саванна, а земля вокруг Козинги – перекресток всех дорог. Маленькие лесные буйволы живут бок о бок с огромными африканскими буйволами – типичными травоядными животными восточных долин. Оба вида скрещиваются и получаются различные окрасы. У них есть остроклевые спутники. Маленьких паразитов, питающихся буйволами и их кровью, трудно увидеть. Но снимающие их волоклюи обеспечивают яркое сопровождение. Почва Козинги питает сочную траву, а она, в свою очередь, питает взаимозависимых животных – буйволов, паразитов и волоклюев. Свидетельство смерти в кустарнике. Семейство гигантских свиней останавливается для расследования. Их могут заинтересовать минеральные соли или запах черепа буйвола. Или, может быть, любой необычный предмет их интригует. Что бы ими ни двигало, они не могут задерживаться. В эту жару им надо найти местечко и освежиться в грязи. Но их любимое местечко занято. Огромный бегемот занял большую часть купальни. Вес бегемота может достигать 4,5 тысяч килограммов. Обычные угрозы в этот раз не срабатывают. Им приходится довольствоваться мелкой частью купальни. Свиньи довольно вежливые купальщики, в отличие от бегемота. Жестокие территориальные разногласия с другими бегемотами-самцами вынудили его жить отдельно. Свиньи все никак не могут устроиться поудобнее. К счастью, свиньям удается найти другое местечко для валяния в грязи. Скоро наступит сухой сезон. Саванна занимает почти половину территории Африки. Около 13 миллионов квадратных километров. После периода засухи и пожаров там выпадает около 127 сантиметров дождя. Если бы не было сухого сезона, то саванна превратилась бы в тропический лес. КОНЕЦ Места для валяния в грязи, популярные в сезон дождей, теперь похожи на призрачные пустыни. Обжигающая жара заставляет семью Людвига искать отдельные купальни. Даже буйволы, прячась под кустами, чувствуют только временное облегчение. КОНЕЦ Без своих любимых луж лесные свиньи ищут более большую, и надежную купальню. Канал Козинга. Но здесь уже другие великаны. КОНЕЦ Похоже, для слоненка эта мутная вода приятное место для игр. Ему всего лишь несколько дней, и это его первый визит к мутным водам канала. Слоненок может весить при рождении до 120 килограммов. Если он вдруг отобьется от стада, его сразу же вернут обратно. Даже в 9 лет он не отходит от матери более чем на 4,5 метра. Людвиг никогда раньше не видел такое количество грязи. Стадо слонов собирается уходить, и он со своей семьей сможет попасть в эту огромную лужу. Израненному бегемоту негде пастись, и убежища от жары тоже нет. Он очень устал из-за своих ран, и ему не удалось присоединиться к другим бегемотам в канале. Чтобы выжить, ему надо найти лужу, или он умрет от жары. Болотному козлу трудно спастись от жары. Он рассчитывает на запасы жира, приобретенного в сезон дождей. Голод – это одна из опасностей. А вот и другая. Небо затуманено не только пылью. В период сухого сезона в буше очень часто возникают пожары. Но пожарища тоже играют важную роль. В результате очищается земля, полная семян, подготавливая ее таким образом для сезона дождей. Пока дожди еще нет, в воздухе висит напряжение. Некоторые из животных беспокойны. Дождь – это сигнал к началу брачного сезона. Буйвол готовятся к борьбе. До прихода дождей буйволы создают группы холостяков и борются друг с другом за эстральных самок. Наверху головы самца – костяной шлем под названием «шишка». Самцы могут развивать скорость до 57 километров в час. Сухие, растрескавшиеся лужи скоро заполнятся. Вся козинга ждет дождя. На севере дожди охлаждают воздух. Молодые львы размером со взрослого льва практикуются в навыках, необходимых для охоты. В этот сезон дождей их мать возьмет их с собой патрулировать территорию болотных козлов. Молодым львам надо многому научиться искусству засады и сотрудничества с другими членами прайда. Навыки, которым научилась их мать еще в детстве, очень нужны для поимки добычи. Дождь раскрывает сокровища недр, и козинга вновь становится изумрудно-зеленой. В Уганде находятся 7 из 18 растительных царств Африки. Это больше, чем в любой другой африканской стране. В семье Людвига тоже произошли изменения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова У него пять новых кузенов, пять маленьких великанов, пять новых друзей для Людвига. Семейство увеличилось почти вдвое, и жизнь в луже становится более веселой. Теперь у них есть численное превосходство над более серьезными членами семьи. Людвиг теперь может играть не только с бабочками и пузырями. Новое потомство свидетельствует о благоприятной для гигантских лесных свиней ситуации в этом регионе. Когда-то их считали ведущими ночной образ жизни животными, живущими в лесу. Но сейчас они чувствуют себя комфортно и на более открытой территории. Также здесь относительно мало львов. Хотя африканские леса и исчезают, у необычных великанов есть многообещающее будущее в Казинге. Бегемотов считают одними из самых опасных животных в Африке. А изгнанный бегемот все-таки умер. Он пережил сухой сезон, но умер от заражения ран. Африканский мрабу терпеливо ждет открытие. Но когда уходит прожорливая гиена, начинают появляться другие голодные падальщики. В течение жизни бегемот произвел тонны навоза в озере и канале. Большинство питательных веществ, полученных на земле, попали в воду. Этот движущийся густой дым состоит из озерных мух, мелких двухкрылых насекомых, которые последние два месяца были личинками. Они выводятся миллиардами, таким образом увеличивая свои шансы в поисках партнера. Но вернуться в озеро откладывать яйца только некоторые из них. Такое большое количество летающего протеина – главный источник питания рыб и птиц. Для ласточек, прилетающих из Европы, нет ничего лучше. Благодаря ветру насекомые вскоре рассредотачиваются. Миллионы летят к каналу, где белокрылые и черные крачки поглощают их в большом количестве. Одинокий сапсан съедает самих пирующих. Рыбу, раздобревшую на личинках, привлекают взрослые насекомые на поверхности воды. Таким образом, у рыбака есть возможность хорошего улова. Что еще одно звено цепи, поддерживающей жизнь в Казинге? С восходом солнца в озере и канале все затихает. Машкара исчезает. Болотный козел возвращается на место брачных демонстраций и его приветствуют знакомые лица. Матери с детенышами собираются в группы. Похоже, болотный козел вышел из игры. Молодой болотный козел настойчиво толкается, чтобы попить материнского молока. Львица беспокоится. Несколько львят спрятано в кустарнике. Молодой болотный козел. Место к северу от Казинге рай для львов. Чем дальше львята будут находиться от поселений людей, тем больше шансов у них выжить. Львы в Уганде сейчас находятся под большим давлением. С развитием сельского хозяйства интересы людей не совпадают с интересами больших котов. Львы редко нападают на людей, но нападение на скот приводит к репрессиям. В отместку львов убивают или травят ядом. Людвигу и его семье, как и всем лесным свиньям, было бы лучше без львов. Но, подобно львам, им необходимы свои защищенные территории дикой природы. Козинга – безопасное место для них. У Людвига теперь есть маленький брат. И, согласно обычаю, его мать позволяет кузине делиться своим молоком. Диким животным в Козинге придется столкнуться с изменениями в окружающей среде. Но будущее этого таинственного мира, хотя и не без проблем, будет прекрасной, естественной средой, где будут благоденствовать Людвиг и его товарищ. КОНЕЦ У Козинги есть все шансы остаться землей, подходящей для великанов. КОНЕЦ